Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Зарубежные фирмы, работающие по проекту Сахалин-2, сперва не поверили, что в России им запретили работать под прежним статусом и обязали зарегистрировать компании в нашей стране. Ведь по новым законам операторами нефтегазовых проектов могут выступать только российские организации. Безраздельно управлять российскими недрами иностранцам неожиданно запретили, хотя еще со времен СССР зарубежные экономики обогащались и строили свое благосостояние за счет российских ресурсов. Россия сегодня меняет эти устоявшиеся правила, делая данную схему достоянием историй. Кто только не зарабатывал на российских недрах в этом проекте. Британская Shell, японская Mitsubishi и Mitsui и другие, и даже нидерландская компания Switzer-Sahalin, ведь существовала система привлечения к работе иностранных подрядчиков, которые покупали исключительно иностранное оборудование специально, чтобы не развивать российскую производственную промышленность. Конечно, ни в Европе, ни в США не ожидали такого решения, казалось бы, российские месторождения были у них в руках, а теперь их заставили отдать акции и диктуют российские правила, которые уже никогда не принесут иностранцам той бесконечной финансовой прибыли, что у них была совсем недавно. Проект Сахалин-2 – это тот самый проект, который предполагал раздельную добычу, по которому Газпром был обязан покупать российский газ, добытый иностранцами на наших месторождениях. Но продавали они, конечно, не все, часть увозили себе совершенно за бесценок, пользуясь не совсем справедливыми положениями прежнего договора. Я, конечно, понимаю, что новое решение сильно ударило по иностранным финансовым интересам, но у нас теперь это мало кого волнует, а те функционеры, которые обеспечивали присутствие иностранных компаний в таких проектах, больше не имеют прежнего влияния и их давно уже отодвинули от дел, забрав все возможности. Когда некоторые страны начали экономическое давление, в ход пошли любые способы, в том числе попытки оказать влияние на производственную деятельность с целью создания колоссальных убытков. Например, нидерландская компания Свизер Сахалин, которая оформила договор фрахта буксиров и получила за это деньги, вдруг решила самовольно истолковать договорные обязательства и попыталась создать сложности в производственном процессе путем вывода из работы четырех буксирных судов, однако незамедлительный ответ их очень сильно огорчил. Вместо того, чтобы предоставить нидерландской фирме право самовольно трактовать контракт фрахта и принимать любые решения вразрез с договоренностями, в России принудительно обязали эту компанию следовать пунктам, под которыми они подписались. А чтобы у Свизер Сахалин не возникало такого желания впредь, постановлением суда по запросу Сахалин и Нерджи наложен арест на четыре буксира. Иностранная приставка Свизер в их названиях не помогла избежать подобной участи. Кстати, данная компания входит в структуру крупнейшего контейнерного перевозчика «Майерс». Суть российских претензий довольно проста. Нидерландская компания прислала уведомления о выходе из проекта, и это бы принесло огромные финансовые потери из-за срыва сроков реализации работ по обслуживанию. Они нарушили договор фрахта и собирались покинуть наши воды. Да вот только никто никакие воды им не разрешил покинуть, на суда наложен арест, и они будут работать до тех пор, пока не выполнят свой договор, а потом их придется продать для того, чтобы компенсировать убытки наших компаний, которая несколько дней не могла осуществлять определенные действия на ряде объектов. Юридически российские действия полностью законы. По договору нидерландская компания не имела права ссылаться на несуществующие и непрописанные в договоре обстоятельства, и если им приказали из головного офиса свернуть работу, то пусть. Иностранцы сперва научатся выполнять договоры и получше прочитают, что там написано. Все хуже, чем рассчитывали в США. Завод по производству турбин может перейти в нашу собственность бесплатно. Зарубежные коллеги надеялись на отсутствие российского ответа, рассчитывая на то, что в России не станут разрывать торгово-экономические отношения после оказания экономического давления. Связано это было с не совсем точной оценкой выгодополучателями из США и Европы своей собственной значимости, мол, в России не захотят терять торговые площадки, куда продают свое сырье. Компания из США General Electric успешно работала на российском рынке и получала серьезную финансовую прибыль и миллиардные обороты, они решили начать создавать трудности для своих российских филиалов и начали приостанавливать деятельность. В надежде, что это принесет результат и вынудит Россию стать сговорчивее. А что же мы видим на самом деле? В России приступили к планомерному отодвижению американских и европейских компаний от сегментов экономики и запрет иностранцам принимать решения и исключение их из советов директоров стало для чужих владельцев полной неожиданностью. Ведь их даже дивидендов лишили. Если это произошло в нефтегазовом секторе и горнодобывающей отрасли, то почему это не может быть распространено на энергетику и прочие важные направления? Когда было одобрено ведение внешнего управления над российскими филиалами немецкой Унипер и финской Фортум, стало понятно, что в России не собираются останавливаться на достигнутом. Американским компаниям в России тоже принадлежит много активов в самых разных сферах, но начинать их национализацию будут, естественно, с самых значимых объектов, имеющих отношение к энергетике и прочим важным отраслям. Теперь не нужно выискивать причины, все стало намного проще в рамках ответных мер. Новый указ, позволяющий принимать незамедлительные решения о передаче прав собственности российским управляющим, исключая длительные процедуры, решение теперь принимается лишь по одному щелчку пальцев. Что, безусловно, создает правовую основу для существенного расширения действия этого важного указа. Компания General Electric в принципе отлично устроилась в России и имеет много активов, в том числе совместный завод Синтерраа в Ярославской области по производству газовых турбин. Конечно, специалисты из США следили за тем, чтобы завод не сильно расширял свои возможности и не выходил на внешние рынки, чтобы не получать огромную прибыль. Но это не помогло. Как только иностранное влияние отодвинули в сторону, Ярославский завод буквально пару месяцев назад собрал первую огромную газовую турбину, она ориентирована на внутренний рынок и вместо того, чтобы покупать такие изделия за рубежом, в России будут сами производить данную продукцию. Получается, что как только иностранцев убрали из совета директоров Ярославского предприятия по производству газовых турбин, так сразу там сумели наладить серийный выпуск крупных изделий. Вот наглядное доказательство того. Что зарубежные владельцы не помогали, а наоборот мешали предприятию развиваться. Теперь их влияние ушло в историю, но мы надолго это запомним. В американской компании General Electric хотели продать свои активы в Ярославском заводе со владельцем, но на сделки подобного рода в России были наложены ограничения, чтобы совершить такую сделку, необходимо пройти проверочную комиссию. В России требуют от Финляндии забыть про прежнюю торговлю и уже доказали это на деле. В России уже вошло в моду прекращать снабжать своими ресурсами всех, кто отказывается поддерживать взаимное уважение и обеспечивать свободную торговлю с нашей страной. Все эти счастливчики вдруг неожиданно начали получать от России ответные решения, с удивлением замечая изменения в своей экономике не совсем в хорошую сторону. Одной из таких стран стала Финляндия, которая долгие годы за счет российских ресурсов строила свою промышленность, и это прибавило уверенности их бизнесу настолько, что они думали, это будет продолжаться вечно. Даже если они перестанут учитывать российские интересы. Теперь они могут забыть про прежнюю торговлю. Финляндии от России нужны были лишь одни ресурсы, как собственно и всей Европе, которая не была заинтересована в развитии наших сегментов. После того, как ряд государств начали экономическое давление, Финляндия к ним присоединилась. Первым значимым ответным шагом был ультиматум, или все эти страны будут оплачивать российский газ в рублях, или пусть ищут его в другом месте. Причина, конечно, была веская, ведь полученные деньги за газ у России могли отобрать и присвоить себе те, кто не считает воровство зазорным. Нашему ультиматуму сперва не поверили и были сильно разочарованы, когда им крутанули газовые вентили, и Финляндии пришлось остаться без недорогого газа. В Европе начали понимать, что в России не шутят, но это было далеко не единственным решением, которое должно было продемонстрировать новую внешнюю политику, в том числе по отношению Финляндии, в которой, наоборот, преподносит снижение торговли с России до 2-6% от финского глобального товароборота, как некое достижение. В России требовали запретить поставки сырой древесины и вообще отменить торговые преференции для некоторых стран, и это требование было выполнено. Сделано это было таким образом, что у Всемирной торговой организации не могут возникнуть претензий. Среди тех, кто больше всего потерял, оказалась Финляндия, которая осталась без российского древесного сырья, а следом и российские уголь и нефть перестали идти в их сторону. В итоге Россия прикрутила продажи сырья в Финляндию настолько, что экспорт в их сторону стал составлять смешные 150 миллионов евро в год, а, например, раньше они покупали у России разные энергоресурсы, металлы, нефть, уголь, газ и древесину на 9-6 миллиардов евро в год.